Мы с вами поговорим о гипертрофии глоточной миндалины. Итак, носоглотка. Ну что рассказывать про носоглотку, вы все понимаете. Вот вы знаете, я всегда говорю, есть такой термин риносинусит. Я считаю, что это блестящий термин, потому что не может заболевание носа быть без заболевания пазов. А вот термин тонзилофаренгит я считаю абсолютно ненужный и преступный, потому что я тысячу больных видел, у которых есть заболевание миндали, но нет заболевания слизистой. Или наоборот, фаренгит, но нет заболевания самих миндалин. Ну это такое, это лично мое мнение. А вот что касается носоглотки, вот здесь этот термин нормальный. Дело в том, что носоглотка она маленькая по объему, и поэтому заболевание и, скажем, глоточная миндалина приводит к заболеванию слизистой. Это наиболее теперь уже понятно. Что мы имеем в носоглотке? Вот смотрите, глоточная миндалина, как мы часто говорим, есть у вас одиноиды, да? Так мы часто говорим, у ребенка одиноиды. Но все дело в том, что мы же идем с вами в Европу, давайте разберемся, как это правильно мы можем говорить. Прежде всего, это одна миндалина, поэтому называется она везде аденоиды. Он один. Поэтому, если говорить правильно, вот мы говорим во всех непосредственно и англоязычных, всех, что мы читаем, и мы видим, что здесь аденоид. И вот тут сразу наступает вопрос. Обратите внимание, вот какие ссылки мы видим, и видим, как по-разному это все называется. И добавляется буква С, и добавляется Аль, и вот добавляется такое. Но, в принципе, все-таки мы останавливаемся на самом главном. Аденоиды. А вот когда мы уже с вами говорим на зафарингиты, вот тут уже идут совершенно разные дела. Но давайте говорить так, как нам положено. Говорить слово аденоиды, как мы часто говорим, это неправильно, потому что аденоиды есть у всех. Куда мы деться? Аденоид без аденоидов человек не рождается. Поэтому говорить аденоиды, это неэтично, а вот говорить гипертрофия глоточного миндалина, это вполне нормально. Как нам диагностика? Вот смотрите, если мы говорили всегда, что при риносинуситах нельзя делать МРТ, нужно делать только КТ, потому что только оно диагностирует. МРТ дает неправильное изображение, ложное. То здесь, когда мы говорим, исследуем носоглотку, мы исследуем мягкие ткани. Поэтому здесь надо делать МРТ, а не КТ. Это единственный вариант, когда мы применяем МРТ у нас в лор практике. Тогда мы с вами прекрасно исследуем и видим носоглотки, если есть аденоиды, их прекрасно видно на МРТ. Ну, исследование пальцевое. Давайте так, ребята, я все понимаю. Мы часто бываем в ситуации, когда нет эндоскопа под рукой. Можно и пальчиком залезть, а почему бы нет? Делать надо это ласково, и будет все нормально. Эндоскопическая картина. Вот то, что мы видим. Что мы видим? Мы видим непосредственно носоглотку, и тогда мы можем определить, есть гипертрофия, нет гипертрофии. Считается, что это норма. Какая патогенеза? Вот вы знаете, если говорить о патогенезе различного варианта, то что-то у меня есть в своем мнении. Я считаю, что природа не любит пустоты. Вот пока идет носовое дыхание, орденоиды никогда не вывезут. Вот прекратите дышать нос. Перегонят ребенок на родовое дыхание, и там нет движения в воздухе, тогда это способствует, мне кажется, это наиболее часто патогенезе развития именно гипертрофии, лимфоидной мк. Но это лично мое мнение. Поэтому в данном порядке, когда мы говорим, что нас о патогенгит, то здесь идет все. Ну, то, что минус-треология, мы все понимаем, вперед идет вирус, мы туда не поднимаемся. Вирус – это основа всего. То есть, ему уже ничего не бывает. Поэтому, когда мы изучаем нас о патогенгит, то мы обращаем внимание и на слизистую пылочку носоглотки, и на лимфоидную гамеру. Поэтому, смотрите, термин «атогенгит» – это у нас отсутствует, но он, в принципе, есть везде. Давайте подумаем, как же все-таки лучше говорить. Назофоридгит или аденоидит? Вот то, что мы видим при назофоридгит. Мы прекрасно с вами понимаем. Дело в том, что назофоридгит, или, как мы говорили бы, аденоидит, очень часто симулирует и эпитрофию лимфоидной ткани, плодочной медали. То есть, клиническая картина остается так же, ребёнок ходит. А у него геналика сама по себе абсолютно нормальная, но за счёт скопления носоглотки вот такого огромного гноидного содержимого, мы понимаем, что клиническая картина это симулирует гипертрофию, а ребёнка направляют на аденокомию, к сожалению, их там гноют, пытаются ему удалить вот такие маленькие, никому не мешающие аденоиды. Ну, я могу приводить очень много примеров назофоридгита. В принципе, я вам скажу, что при назофоридгите, вот тут была хорошая такая вставка, была в фильм. Вот при вот такой назофоридгите мы вставляем отсос и в течение 5 секунд освобождаем нас на клубку полностью, всего в ноль, и, конечно, никаких уже тогда не надо не манипуляций, и тем более хирургического решательства. Гипертрофия лодочного медали нам уже с вами решили, так мы будем его вызывать, и, слава богу, она характеризует правильность нашего клинического зона мышления. Посмотрите, вот это то, что мы видим при энтоскопии, вот непосредственно закрытие на две трети сожняка, мы видим гипертрофическое развитие лодочного медали. Точно так же вот идет здесь, вместе еще с воспалительным процессом слизистой, никуда мы не деваемся. Это прекрасно видно. Гипертрофия третьей степени, обратите внимание, мы уже практически не видим просвет. Да? Видел ты тут? Видел, конечно. Поэтому в данном варианте это все идет показанием, что это и удалять, и так их надо удалять. Вот здесь идет и гипертрофия, и посмотрите, вот здесь слизистая поражена практически вся. Воспалительный процесс слизистой оболочки совмещается в гипертрофии глиночного медали, и, естественно, там идет тоже само по себе хроническое воспаление. Это все здесь есть. Поэтому мы говорим про осложнение гипертрофии, и мы говорим, что здесь здесь. Естественно, нарушение носового дыхания, естественно, средние агитис, никуда мы не одеваемся, поэтому все нам идет. Поэтому не будем останавливаться на этом внимании, мы прекрасны, как владеют. Пойдем немножко дальше. Учитывая то, что я работаю в украинской медицинской стоматологической академии, то я не могу рассказать и про ДЭШа. Как получаются такие деформации? Что такое открытый постоянный рот? Раз, нижняя челюсть уходит, верхняя челюсть сюда, все происходит совершенно другое. И вот такие, ну это раз, это я вам показал, как одно из. Сегодня, если вы поедете в любую страну Европы, обратите внимание, каждая вторая девочка и мальчик ходят с брекетом. Да и у нас практически каждый третий, четвертый из детей ходят с брекетом. Потому что зубы растут неправильно, нет центральной окклюзии, нет соприкосновения, как это положено. И за счет этого возникают деформации. Деформации, которые потом не дают правильного возможности питаться ребенку, формировать лицевой скелет. Это очень серьезно, ребята, очень серьезно, потому что, вы понимаете, отсутствие одного зуба убирает практически на 40% вживательную эффективность. А здесь идет полностью не соприкосновение поверхностей нижней и верхней челюсти, поэтому это имеет очень большое значение. Никуда от этого не деться. Итак, показания к аденоидам, к удалению. Все дело в том, что вы знаете, я категорически против вообще удаления. Вы знаете, мое мнение, нельзя удалять ни нёмные миндалины, ни тем более аденоид. Вот вы знаете, я всегда поражаю, что люди забывают первый курс анатомии. Аденоидные вегетации есть у всех детей, но они все исчезают при половом созревании. Никогда ни у кого не возникала ассоциация. Значит, что-то формирует, что-то. Поэтому лично мое мнение, удаление аденоидной ткани нужно только по самым строгим показаниям. Вы знаете, что вот я вам перед этим показал назофаренгиты, я вам показал, сколько раз симулируется, когда мы ставим диагноз аденоидной вегетации, мы думаем, что это вегетация. Вы видели отлично, я показал вам, что чаще всего это назофаренгиты. Это непосредственно скопление гноя в носоглотки, а детей отправляем на гильотину. Ребята, пожалуйста, тысячу раз проверьте. Ну, как можно ребенка отправить на гильотину, не проверив эндоскопическое состояние носоглотки? Увы, это есть, я проводил собственные эксперименты, я брал 10 детей, которых на завтра отправляли на аденотомию, делал им полное исследование носоглотки, и только у одного были действительно гипертрофии лимфоидного аппарата. В 9% в 9 случаях из 10 это был назофаренгит. Поэтому я вас умоляю, всегда исследуйте ребенка, прежде чем его отправить на такую серьезнейшую операцию. Поэтому давайте уже, если мы говорим, вот я показывал третью степень, вторую степень, ну да, это я понимаю, никуда не деться, надо удалять. Но это же бывает редко, это исключение, а чаще всего, к сожалению, мы посылаем просто так. Вы знаете, сколько у меня было случаев, когда приходили с направлением, я смотрел, Господи, да так же просто, проверьте носовое дыхание, ребенок дышит. Просто у ребенка привычка, вы меня понимаете? Это страшно. Когда у ребенка формируется ротовой тип дыхания, это совершенно одно. Это виновата мама. Кто виноват? Конечно, мама. Ребенок указывает. Папу я всегда вызываю и рассказываю, кто виноват, что ребенок не дышит носом. Потому что ребенком надо заниматься. Я всегда говорил так, мужчина в этой жизни должен сделать что? Посадить дерево, построить дом, взрастить сына. Женщина в этой жизни должна делать две вещи. Первое, родить ребенка, и второе, научить его дышать носом. Это самое главное, потому что если вы научите ребенка дышать носом, инфекция попадать не будет, и вы никогда в жизни не будете даже знать, где у вас педиатры есть. Зачем они нужны, если вы не даете возможности инфекции внедриться в детское тело? Поэтому давайте к этому относиться очень серьезно. Ну, очень серьезно. Пошли дальше. Вот перед этим была картинка, когда я говорил, надо смотреть на возраст. Вы знаете, мы провели серьезнейшие исследования. Недавно защитили диссертацию нашего молодого доктора, но очень талантливого, из города Сум, Жени Смеяна, который доказал, исследовав до 10 тысяч взрослых людей, он исследовал носоглотку, и доказал 26% случаев он находил у взрослых людей остатки аденоидной ткани. Ребята, это очень важный момент, потому что очень часто к вам обращаются пациенты с самым популярным сегодня заболеванием, который говорит, ой, у меня что-то там затекает, вот у меня что-то там затекает, вы делаете рентген, все чисто, вы смотрите нос, все чисто, а он говорит, нет, у меня там затекает. И вот чаще всего это остатки аденоидной ткани, где он доказал, что они всегда у взрослого находятся в состоянии хронического воспалительного процесса. То есть, вот эти затекания, чаще всего ищите остатки аденоидной ткани в носоглотке. Это очень важный момент, потому что часто мы не справляемся с такими пациентами, потому что не можем понять, откуда у них идет это так называемое затекание. Поэтому это очень важно, и никогда об этом не забывайте, что аденоиды практически получается у каждой четвертой взрослой имеют аденоидную вегетацию. Это важно, запомним и обращаемся к ними так же, как и с детьми. Хотя вот хорошо сказал у нас профессор Стернополя, говорит, Сребрис, 18 лет, это взрослый все-таки или ребенок? Я говорю, как посмотреть, и в зависимости, от чего это говорит. А посмотреть, ты знаешь, куда. Итак, какие же у нас показания? Итак, показания четкие одно. Я еще раз повторяю, на воротах Древнего Рима с золотом было написано, если хочешь быть здоров, дыши носом. Основа человеческой жизни это носовое дыхание. Поэтому мы можем говорить о удалении только в том случае, когда мы видим увеличенные миндалины, гипертрофию лимфоидной ткани, и она не дает нам носового дыхания. Вот тогда да. А если ребенок дышит носом, это же так просто проверить и посмотреть чисто физиологически, а ребенка отправляют на удаление. Будьте, пожалуйста, думайте, что это ваш ребенок во всяком случае. А все может быть, может и ваш. Показания для аденоэктомии. А, кстати, вот у нас почему-то везде опять такой термин аденотомия. Извините, это не аденома, это аденома, это вегетация. Поэтому давайте правильно писать. Аденэктомия, аденоидэктомия, а не аденотомия. Куда вы деваете? Поэтому, во всяком случае, надо писать правильно, так как мы идем. Ну и, естественно, когда идет рецидив среднего отита, никуда мы не деваемся, тоже надо обязательно идти на это дело. Какую операцию? Обратите внимание, как правильно написывать. Аденоидотомия или аденоидэктомия. Ну это правильно, и то, и то. Если мы имеем в виду частичное удаление, то аденоидтомия. А если аденоидэктомия, аденоидэктомия, это полное удаление. Правильно, как мы будем это делать? Аденоидэктомия. Это правильно, потому что четко мы говорим, что мы делаем в этом оперативном вмешательстве. Как делать? Ну, я скажу точно. Конечно же, это страх Божий, когда вживую, без наркоза делают операцию. Это кошмар, конечно. Мы прошли это время, я это видел в тысячи клиник, и видел, как это делают ужасно. Сегодня, слава Богу, мы имеем и шейвер, мы имеем возможность под контролем эндоскопии удалить так, как положено. И потом, вот, кстати, очень интересная вещь. Вот, хотите, интересный вопрос для всех. Чем отличается лимфоидное кольцо Вальдейра от лимфоидного кольца Пирогова. Почему Пирогов свое придумал? Дело в том, что лимфоидное кольцо Вальдейра включало в себя только небные миндалины, язычную и глоточную. Он не учитывал трубных миндалин. Совершенно верно, они нету там. Поэтому, лимфоидное кольцо Вальдейра, оно как бы ограничено. А вот, лимфоидное кольцо Пирогова включает в себя все миндалины. И дополнительно, правильно, трубные миндалины. А когда мы работаем шейвером носоглотки, мы четко видим, что мы удаляем. Какую лимфоидную ткань, какая ткань закрывает устье и встахивы труб и так далее. Конечно, это гораздо интереснее и, конечно, это на сегодняшний день самое необходимое, что может быть. Ну, естественно, при удалении получается такой вариант, что если удалять, только уже удалять. Но, чаще всего бывает как? Вот удалили, да? Через 3 месяца приходит опять аденоид. Да потому, что удалить аденоиды это 20% успеха. Закрыть рот у ребенка после этого и перестроить его ротовое дыхание на носовое. Вот здесь мама должна заниматься ребенком. Потому, что удалил аденоиды и не закрыл рот ребенка, не научив его дальше дышать носом, это бесполезно, потому, что они обязательно рецидивируют. И тогда будет все еще гораздо хуже. Поэтому, мое мнение однозначное. Аденоидные вегетации есть, гипертрофия бывает, но дети это наше с вами счастье. Поэтому, давайте не делать из этих счастливых ребят несчастных детей. Постарайтесь все-таки уменьшить на самое большое количество меньше операций. и если удалять, то только для того, чтобы сдать ему правильное носовое дыхание. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ